Некоторые вещи, оставленные нашими древними предками, вызывают недоумение. Когда мы говорим, что они загадочны, мы имеем в виду не только себя, но и археологов, которые их находят, и учёных, которые их изучают. У нас есть несколько удивительно странных археологических открытий, которые мы покажем вам в этом видео, и мы собираемся начать прямо сейчас. Номер один. Примерно в 19 километрах к юго-западу от города Кахамарка в Перу находится загадочное место под названием Кумбимайя. Это древнее каменное сооружение, скорее всего, акведук, простирается на 8 километров, и, как полагают, было построено цивилизацией доинков около 3,5 тысяч лет назад. Хотя это примитивная конструкция, она хорошо спроектирована для выполнения своей задачи сбора воды и отвода её в Тихий океан. Возможно, это даже старейшее рукотворное сооружение во всей Южной Америке. Вдоль его 8 километров есть петроглифы и другая резьба по камню, но без дополнительной информации их невозможно прочитать, и мы даже не знаем, где её искать. Зигзагообразные узоры, вырезанные на камнях, вероятно, были созданы для замедления нисходящего потока воды во время её фильтрации и очистки, что делало её пригодной для питья и пригодной для домашнего использования. Если бы мы знали, кто построил это сооружение и что случилось с его создателями, мы могли бы получить больше ответов. Но на данный момент это следует считать аномалией, не похожей ни на что другое в регионе. Номер 2. Открытие окаменелостей. Летом 2020 года лесничий выполнял свои обязанности в горах Сьерра в Калифорнии в Соединённых Штатах, когда он нашёл то, что можно назвать сокровищницей древних окаменелостей. Они варьируются от захватывающих до причудливых. На впечатляющем конце шкалы находится полный скелет древнего мастодонта, прекрасно сохранившийся и находящийся в почти идеальном состоянии. В крайнем случае у нас есть кости гигантского лосося, который при жизни весил, должно быть, 180 килограммов. Мужчина быстро вызвал в этот район палеонтологических экспертов, которые обнаружили более 600 окаменевших деревьев доисторического верблюда размером с жирафа и предка слона, ранее неизвестного науки. Учёные полагают, что всем находкам около 10 миллионов лет. Судя по информации, имеющиеся на месте находок, эксперты теперь полагают, что водосборный бассейн реки Макелум никогда-то представлял собой дубовый лес, окружённый открытой водой. Вряд ли здесь жили все животные, вместо этого их останки, вероятно, были перенесены в это место наводнениями или вулканическими обломками. Тогда калифорнийский пейзаж, должно быть, выглядел совсем по-другому. Номер три. Перу мы задержались ещё немного, потому что эта страна полна древних чудес, которые сложно объяснить. Другой пример – место недалеко от Куска. Это также исторически важно, как Мачу-Пикчу. Его название можно перевести как «место с лунными камнями», но оно не даёт полного объяснения того, что вы там найдёте. Мы не знаем, кто создал эти серповидные узоры, но можем утверждать, что это были не инки, которые были очень искусны в обработке камня, хотя и не настолько. Более вероятно, что это были жители Хананпачи. Но это всего лишь предположение. Мы никогда не будем уверены, использовались ли эти скульптуры и как они использовались. Вероятно, это был мегалитический солнечный календарь, который использовался в ритуалах и предлагал тихое и священное место для медитации и размышлений. Несмотря на прошедшие тысячи лет, поверхность камней остаётся гладкой. Как это было достигнуто? Мы понятия не имеем. Номер четыре. Римская империя охватывала большую часть современной Европы, и немногие страны процветали под римским правлением так же, как Древняя Британия. Хотя британцам, вероятно, не понравилось римское завоевание, взамен они получили множество прекрасных дорог, объектов и построек. Лондон был процветающим торговым городом под римским правлением, и даже сегодня тысячи римских артефактов остаются под землёй британской столицы, ожидая своего открытия. В середине 2016 года археологический мир был взбудоражен набором рукописных документов двухтысячелетней давности, найденных в грязи Лондона. За это открытие мы должны поблагодарить рабочих, строивших фундамент штаб-квартиры Блумберг. На данный момент раскопано более 400 деревянных табличек, содержащих ссылки на квитанции, на еду и вино, а также дебетовую записку, в которой один освободитель обещал выплатить долг в 105 динарии в другому. Это может быть самая старая запись такого рода в мире. Интересно, был ли когда-нибудь погашен этот долг? Номер пять. Доисторическое открытие. Сегодня мы в основном связываем чаепитие с британцами, хотя на самом деле именно китайцы придумали концепцию приготовления и питья чая. Это нетипичная американская привычка, и тем не менее история чаепития в Америке может идти гораздо дальше, чем думает большинство людей. В 2012 году археологи подтвердили обнаружение нескольких керамических кружек недалеко от Сент-Луиса. В одной из этих чашек были следы чая, заваренного 900 лет назад. Чашки были обнаружены по периметру бывшего древнего города Кахокия в штате Миссури. Хотя называть жидкость в чашке чаем можно было бы преувеличением, это была черная жидкость с высокой концентрацией кофеина, а не кофе. Эта жидкость могла быть тем, что описали европейские поселенцы в XVI веке, когда они сказали, что наблюдали, как местные жители совершали ритуал, включающий большие объемы так называемого черного напитка, после которого они танцевали, а затем их рвало. Это открытие 2012 года является первым доказательством того, что легендарный черный напиток существовал на самом деле. Если его использовали в ритуалах для коренных американцев, он был также важен, как утренняя чашка Старбокс для сегодняшних офисных работников. Номер 6. Шлем Халатон, названный в честь места, где он был найден в 2000 году. То есть археологического памятника недалеко от Халатона, в Лестершире. Украшенный железный шлем, римский парадный шлем. Раньше он был серебряным, с золотой отделкой по краю. Группа специалистов, исследовавшая этот район, пришла к выводу, что это гробница железного века. После почти десятилетия тщательной консервации и реставрации, шлем был выставлен на всеобщее обозрение в Британском музее. Когда его нашли, корпус был разбит на куски и проржавел. Но, увидев его сегодня, никто не мог представить себе его первоначальное состояние, учитывая сложность конструкции. Этот шлем, скорее всего, использовался на церемониях и парадах, а не в боях. Однако также возможно, что его носили древние бритты, сражавшиеся вместе с римскими войсками во время завоевания Британии. Другими словами, оно могло принадлежать предателю. Номер семь. Историю великого датского города Копенгагена пришлось переписать после этого открытия, сделанного в 2018 году прямо под Ратушной площадью. Археологи обнаружили древние кладбища, на котором лежат останки 20 мужчин, женщин и детей, похороненных около тысячи лет назад. Это означает, что они появились еще до основания города Копенгаген. Официальная история города гласит, что он был основан епископом Авесоломом в 1160 году, после того, как король Вальдемар подарил ему землю. До этого территория считалась незаселенной. С 2018 года было найдено еще 10 тел ниже первоначальных 20, и археологи подозревают, что еще больше скрыто. Может быть, и правда, что до того, как епископ построил здесь свой первый замок, понятия о Копенгагене не существовало. Но до его приезда, очевидно, здесь были люди. Примечательно, что археологи, все еще находящиеся на этом месте, полагают, что теперь они, возможно, обнаружили остатки древнего каменного здания, возможно, церкви, рядом с человеческими останками. Наконец-то можно было рассказать правдивую историю первых жителей Копенгагена. Номер 8. Наша следующая находка сделана в Германии, где 19-летний стажер Ника Кальман во время своих первых раскопок сделал удивительное открытие. Он был частью команды исследующей древнеримское кладбище на западе страны, в Хальтер-Нямзее. Две тысячи лет назад там располагался римский военный лагерь, а один из погребенных воинов был похоронен с великолепным золотым кинжалом, который Ника обнаружил спустя столько столетий. Кинжал все это время находился в ножнах, но когда его откопали, он был настолько ржавым, что напоминал подгоревшую куриную кожуру, которую есть не хотелось бы. Реставрация кинжала заняла многие месяцы, но когда специалисты завершили работу, результат оказался впечатляющим. Ножны, украшенные драгоценными камнями, прекрасно сохранились, оружие было целым. На этом месте было найдено много другого римского оружия, но ни одно из них не находится в таком хорошем состоянии, как это. Бетина Тремель, ведущий археолог, руководивший раскопками, отметила, что открытия такого масштаба происходят крайне редко, а когда они происходят, это почти чудо. Номер девять. Мы направились в Китай за нашей следующей находкой, необычной гробницей восьмиугольной формы, построенной в Яньяне около 700 лет назад, а фрески, нарисованные на ее стенах, рассказывают некоторые тревожные истории. Пирамидальный потолок гробницы покрыт изображениями солнца, луны и звезд, вполне обычными для своего времени. Но одна из фресок на стене рассказывает историю родителей, пытающихся похоронить сына заживо. Другие фрески любопытны, потому что на них изображены люди, носящие монгольскую одежду вместо традиционной китайской одежды того времени. Сцена похорон ребенка может оказаться не такой зловещей, как кажется на первый взгляд. Существует древняя китайская легенда о человеке по имени Гаюй. Он и его жена заботятся о своем сыне и его матери, которая больна. У них нет ни денег, ни еды, чтобы обеспечить обоих, поэтому они решают похоронить сына и спасти мать. В обмен на это очевидное доброе дело боги наградили их обнаружением золотых монет, когда они попытались выкопать колодец для воды. Теперь, когда они богаты, они выкапывают своего сына и живут долго и счастливо. Какая странная легенда. Номер 10. Это загадочное магиканское изображение игуаны, как спутника морщинистого бога неба, может показаться слишком длинным именем. Однако тогда игуана была очень важным символом в мифах и легендах народа моче, и морщинистое божество должно было защищать их. Поэтому их часто изображали вместе в искусстве и керамике. Примерно 2000 лет назад мочек оправили северными территориями современного Перу. Они построили на своей территории пирамиды из сухого кирпича и акведуки. Они были передовыми мастерами по металлу и ювелирами, хотя и не имели письменности. Они оставили очень мало следов, которые позволяют нам больше узнать о них или их культуре. В этой скульптуре, как и в других подобных ей, игуана всегда предстает лицом к морщинистому лицу, а не отворачивается от него. Иногда у нее даже есть что-то вроде пучка или прически на голове. Игуана, возможно, сама по себе была божеством. Хотя, учитывая большое количество ящериц, обитавших в то время на территории нынешнего Перу, это кажется маловероятным. Было бы неплохо, если бы мы могли найти для божества имя получше, чем просто морщинистое лицо. Номер 11. Ликурговая ваза. Потрясающее искусство Древнего Рима. Древним римлянам приписывают несколько достижений и изобретений, благодаря которым огромная империя продвинула цивилизацию. Но римляне имели и пристрастия к искусству в частной жизни, что особенно заметно в вазе ликурга. Это сосуд для питья из дихраичного стекла. В зависимости от того, с какой стороны сквозь стеклянные стенки стакана падает свет, он светится разным цветом. При освещении спереди он светится красным. Если же свет падает сзади, он загорается зелёным. Учёные обнаружили, что этот эффект достигается за счёт обогащения стекла крошечными наночастицами золота и серебра. Но точный состав определить не удалось, несмотря на все интенсивные исследования материала. Ещё больше причин ценить и сохранять эти загадочные очки. Номер 12. Гравированный мистицизм Чунди. Многие жители Карачи, Пакистан, верят, что в гробницах Чунди обитают привидения. Однако, чтобы быть интересным, этому некрополю не нужны истории о привидениях, поскольку это одно из самых впечатляющих зданий из песчаника в мире. На изготовление и резьбу этих сооружений ушло три столетия, работы начались в 15 веке и закончились в 18 веке. После 300 лет работы вы могли бы ожидать чего-то большего, но обратите внимание на замысловатые детали гравюр и узоров на сторонах блоков песчаника. С такой работой нельзя торопиться, потратьте время, необходимое. Что касается истории о привидениях, то даже гиды, которые зарабатывают на жизнь показом людям гробниц, не желают приближаться к некрополю после захода солнца. Мы согласны с этим советом, но не потому, что в гробницах обитают привидения, просто если бы вы посетили его в темноте, вы бы никогда не увидели впечатляющих сцен, высеченных в камне, и это было бы ужасной тратой. Номер 13. Королевские реликвии. Линии метро под бразильским городом Рио-де-Жанейро в настоящее время расширяются. Этот процесс означает раскопки земли, которая оставалась нетронутой на протяжении веков и привела к некоторым удивительным открытиям. Одна из них, небольшая зубная щетка из слоновой кости, предположительно принадлежавшая императору Петру II, другой тип зубной пасты, предположительно, был разработан для португальской королевы. На данный момент сделано более 200 тысяч открытий, почти все из которых относятся к XVIII и XIX векам. Интересно, что значительное количество артефактов имеет королевское или аристократическое происхождение, есть даже декоративная бутылка для воды с выгравированной на боковой стороне надписью «Королевской семье». Археологи поначалу были озадачены количеством реальных находок, ведь раньше эта часть города была бойней. Это последнее место, где вы ожидаете найти подобные предметы. Теперь они думают, что у них есть объяснение. Недалеко от места раскопок находится формальный императорский дворец, и, судя по всему, обитатели дворца использовали эту часть города как свалку, никому не сказав об этом. Работники метро копаются в настоящем мусоре. Номер 14. Потерянная голова Геракла во время кораблекрушения антикиферы. То же древнее кораблекрушение, которое подарило нам механизм антикитеры, обнаружило еще одно сокровище в июне 2022 года, когда морские археологи обнаружили то, что, как полагают, является потерянной головой две тысячи летней статуи римского бога Геркулеса. Затонувший корабль, который находится у берегов Греции, был обнаружен дайверами-загубками в 1900 году и с тех пор находится под постоянной биологической оценкой. Считается, что в своем нынешнем положении он находился примерно с 60-го года до Н.Э. мраморная голова до сих пор оставалась незамеченной, поскольку она находилась в таком плохом состоянии, что ее можно было принять за деформированную скалу. Идентифицировать ее как голову удалось только после того, как дайверы нашли основание статуи вместе с нижними частями ее ног. Голова — не единственная примечательная находка на дайвсайте. Недавно археологи также обнаружили два человеческих зуба в морских отложениях, что подтверждает, что по крайней мере один человек не покинул корабль до того, как он затонул. Историки полагают, что этот корабль длиной 130 футов направлялся в Рим откуда-то из Восточного Средиземноморья, когда затонул во время шторма, но они надеются узнать больше из этих новых открытий. Номер 15. Загадочные наскальные скульптуры Эпп-Стор. В возрасте 30 лет он перенес серьезный инсульт, в результате которого он стал глухонемым и парализованным наполовину тела. Чтобы оправиться от этого тяжелого удара, он удалился в скалы Розенберга, чтобы вести жизнь отшельника. Не обращая внимания на физические ограничения, вызванные инсультом, начиная с 1870 года, он начал вырезать в скале сотни завораживающих и гротескных лиц и фигур. Для создания около 300 наскальных скульптур художник вдохновлялся различными легендами и мифами местных пиратов и рыбаков. Сцены в основном представляют жизнь семьи Ротенав, рыбацкой семьи, жившей между 15 и 18 веками. В частности, большое количество скульптур и их большое внимание к деталям продолжают занимать исследователей и по сей день. До сих пор не решен вопрос, как Эпифана с его физическими ограничениями мог десятилетиями выполнять такую тяжелую работу.